Надеется, что сын станет драконом, а дочь станет фениксом. Но самый главный вопрос, как это сделать мягко, без надрыва психики. Слышав о китайский метод, многие сразу вспоминают боевой клич матери тигрицы. Заставляла полностью следовать ее воле, убрала у них все развлечения, лишала их всего в случае непослушания. Далеко не все китайцы такие. Китайцы говорят Дисциплинированный ребенок более свободный. Конечно, можно выбрать наслаждение ребенком из серии «Не хочу думать, что будет завтра». Эти принципы про личностный рост родителя. Поделитесь в комментариях, а что вы воспитываете в себе? В чем бы вам хотелось измениться? Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы Твинс Чи Низ. Сегодня я хочу затронуть очень важную тему, которая не связана с изучением китайского языка. Но не торопитесь переключаться. Я расскажу про китайскую систему воспитания. Поделюсь главными секретами и расскажу, как я их адаптировала под себя. Что же такое воспитание для китайцев? Для китайцев это Это переводится как «надеяться, что сын станет драконом, а дочь станет фениксом». Это значит, что китайцы мечтают воспитать успешного ребенка в первую очередь. Сразу оговорюсь, что здесь я буду рассказывать об общих тенденциях, которые характерны для китайского народа. То есть понятно, что народ везде разный и даже в Китае встречаются непослушание, баловство и прочие вещи. Тем не менее, здесь речь пойдет именно об общих тенденциях, а это стремление воспитать успешного человека. Чем это обусловлено? Обусловлено это, понятно, конкуренцией, большим населением и стремлением китайской нации быть везде и во всем впереди. Чем отличаются драконы и фениксы? Это послушные и трудолюбивые дети, примерные ученики, из которых и вырастают лидеры. Это, конечно, очень классное стремление воспитать такого лидера. Но самый главный вопрос, как это сделать мягко, без надрыва психики? Это уже есть вопрос методики, а методы могут быть разные. Зрителям, у которых нет детей, этот выпуск тоже может быть очень интересен, потому что фактически мы всю жизнь занимаемся работой над собой. Стараемся достигать большего, преодолевать препятствия и соблюдать дисциплину. Сравниваем себя с другими людьми. Уверена, что все советы, которые я назову, окажутся очень полезны для вас. В этом видео вы также узнаете, так ли хороша система воспитания по известной методике Эмми Чуа, матери тигрицы, и стоит ли на нее опираться. Ну что, заинтриговала? Тогда начнем! В воспитании детей китайцы незыблемо верят в три вещи. Послушайте внимательно. Первое. Все дети талантливы. И если сейчас таланта не видно, нужно просто копать, работать над собой. Второе. Родители знают, как лучше для ребенка в самом широком смысле слова. Потому что именно родитель в первую очередь формирует картину мира ребенка. Об этом сказал известный исторический деятель Китая Лян Цичао. Эта фраза переводится так. Кругозор родителей определяет границы ребенка. И третье. Дети должны жить в дисциплине и слушаться и почитать родителей. Дети, это о тебе, Коля. Будьте послушны своим родителям, чтобы тебе было хорошо. Китайская пословица гласит Из всех моральных принципов самое важное это почитание родителей. Сыновнее почтение Сяо является центральным в китайских традициях воспитания. И идет оно еще со времен Конфуция. Представляете? Итак, какие же основные пять принципов я взяла для себя из китайской методики воспитания? Смотрите дальше. Для начала одна важная ремарка. Благодаря или из-за одной известной писательницы, которую зовут Эми Чуа, китайское воспитание прославилось на весь мир в негативном свете. Слышав про китайский метод, многие сразу вспоминают боевой клич матери-тигрицы. Это название бестселлера, в котором китайская иммигрантка и профессор Ельского университета Эми Чуа рассказала во всех красках про жесткие методы воспитания своих дочерей. А она делала следующее. Требовала от них отличных оценок, заставляла полностью следовать ее воле, убрала у них все развлечения, лишала их всего в случае непослушания. Например, могла лишить их даже пищи и запретить пойти в туалет. А если девочки не играли как следует гамму или отказывались играть на музыкальном инструменте, в принципе, она в воспитательных целях могла выставить их на мороз. Везет старик дочку родную, в чащу лесную, не по собственному хотенью, а по матихину веленью. А однажды, когда дочка испортила пианино, Эми оставила ее без подарков на дни рождения на целых 4 года. Эдакий авторитаризм в классическом проявлении. Я страшный человек, но тиран-деспот, коварен, капризен, злопамятен. С потрясающим лозунгом. Будьте первыми, иначе вообще нет смысла быть. Дочки Эми действительно добились больших высот, были лучшими в школе, поступили в лучшие престижные вузы, устроились на престижную работу. Но что творится у них внутри, на сердце история умалчивает. Надо ли говорить, что далеко не все китайцы такие, хотя бы потому, что не все могут быть первыми, и не все родители хотят этого для своих детей. К тому же в китайской философии и практике есть масса других мудрых методов, с помощью которых можно воспитать не только успешного, но и счастливого ребенка. И, конечно, радикальность совершенно не мой подход. Я никакая не тигрица. Я против жестких методов и радикальных мер в чем бы то ни было. Тем более в воспитании. Мама, мама! Мари, детка, так не годится. Истинные леди не ведут себя так. Берлиоз. Такое поведение не подобает хорошо воспитанному джентльмену. Потому что знаю не понаслышке, как сильно это влияет на психику, сколько создает внутренних запретов, и как потом это трудно преодолеть. Я за мягкий подход. А теперь давайте уже перейдем к принципам. Первый. Это наличие цели. Всякое дело, если оно заранее подготовлено, увенчается успехом. А если не подготовлено, провалится. Это китайская мудрость. То есть у человека должна быть цель, чтобы двигаться в правильном направлении. Как бы бизнесово это ни звучало, но воспитание – это проект. Жизненно важный проект. Конечно, можно выбрать наслаждение ребенком из серии «Не хочу думать, что будет завтра». Но, как вы понимаете, это будет эгоистичный выбор взрослого. Последствий такого воспитания может быть довольно много. Как это обычно бывает, когда бросаешь что-то на авось. Ребенок может расти безответственным, бесцельным и непонимающим, что от него хотят. Это вот сам я, а это вот мама моя. Мы будем служить вместе с нею. Я один ничего не умею. Если же мы хотим воспитать автора жизни, хозяина своей судьбы, у нас должна быть цель. А именно, нужно определиться, каким я вижу своего ребенка в будущем. Какой он будет в 18 лет. Здесь, как с навигатором, пока вы не ввели пункт назначения и едете в неизвестном направлении, можно намотать очень много километров. А с точкой назначения можно проехать прямее и быстрее. Второй принцип. Родитель – наставник. Китайцы говорят. Семья – это первая школа ребенка, а родители – его первые учителя. Что это значит? Родители зачастую недооценивают свою роль, думая, что дети должны сами всему научиться, сами выбрать и сами принять решения. Сейчас очень модно заявлять, мол, как я могу заставить ребенка что-либо делать, например, учить китайский или заниматься музыкой, когда это не его выбор. Получается, я ему навязываю свои выборы, свои решения. Вот вырастет и сам решит, чем ему заниматься. Или сюда же. Многие родители злятся, что ребенок неряшлив, требуют от него порядка, при этом сами порядок наводить не хотят. Или злятся, что ребенок любит планшет или телефон, когда сами рядом с ним в его обществе сидят в телефоне. А потом возмущаются, мол, почему он такой, почему он все время хочет играть с телефоном. Смотрите, что получается. Фактически родители сами сбрасывают в себя ответственность, передавая ее маленькому ребенку. Но нужно понимать, что ребенок – это чистый лист. Картину мира ему выстраиваем мы сами, родители. Что мы ему расскажем и покажем, из того он и будет выбирать. Как мы ему это преподнесем, так он и будет к этому относиться. И в первую очередь это касается детей дошкольного возраста. Для меня воспитание – это квинтэссенция лучшего из того, что мне дали родители. Успешного китайского опыта, психологических техник и моей философии жизни. Это то, что я пропустила через душу и сердце. И на основе этих знаний у меня родился новый курс «Ключ к ребенку». В курсе я на практике через различные техники и задания показываю, как внедрять все принципы, в том числе те, которые не упомянуты в этом видео. В нем вы наработаете свой опыт, превратите его в навыки и сделаете процесс воспитания комфортным для вас. Первая часть курса посвящена общим принципам воспитания. А вторая часть – воспитанию любви к учебе. На курсе будет много информации, как учить ребенка достигать конкретных целей, как вводить саму идею постепенно, какими должны быть родители, чтобы дети росли самостоятельными, какие внушения давать детям, чтобы они росли позитивными и легкими, чтобы сами выполняли задания. Как быть с конфликтами, как расставлять запреты, как реагировать на прихоти и плач, как привить любовь к учебе. Оставлю ссылку в описании, переходите по ней за подробностями. Еще один немаловажный принцип воспитания детей – долой вербальный негатив. Китайская мудрость гласит, «Если сравнивать себя с другими, можно умереть от сравнений». Давайте с вами вспомним, как часто мы общаемся с ребенком. Не упади, не разбей, не наделай ошибок, посмотри на соседа, он вон какой способный, а ты что? То есть нас приучили общаться из негатива. Получается, что все позитивное – это само собой разумеющееся, и об этом умалчивается, а негатив нужно срочно показать, чтобы скорее его нейтрализовать. Но происходит ровным счетом наоборот. Наш мозг устроен так, что он отражает то, что мы больше всего подчеркиваем. Если постоянно говорить, что может быть плохо, значит будет плохо. К сожалению, это записывается на подкорку детей и становится их системой ценностей и убеждений. Сюда же идут страхи, причины определенных действий и выборов. То же самое происходит и с учебой. Мы часто невзначай говорим при детях, как устали от работы, как нам хочется скорее выходных. С несчастным лицом провожаем ребенка в понедельник в школу, таким образом внушая ему, что учеба и работа – это бяка. Но задумайтесь, ведь именно благодаря учебе мы устраиваемся на работу, а благодаря работе наша жизнь становится лучше. Вот хочу устроиться на работу. Не могу без работы. Поэтому я выступаю за позитивные внушения детям. Четвертый принцип – поощрение самостоятельности. Как там у нас думают многие родители? Лучше сделаю все сам, а то придется переделывать. Нам очень трудно принять самостоятельность ребенка. Хочется все скорее и быстрее, иначе если дать ребенку что-то делать, потом придется все переделывать, и якобы это займет еще больше времени. При этом мы не задумываемся о том, что решаем проблему только на короткую перспективу, и что это ведет к последствиям в будущем, потому что таким образом мы лишаем ребенка возможности самостоятельно что-то делать, лишаем его возможности научиться. Китайцы говорят Если не давать ребенку инициативу, он будет труслив, как мышь. А если позволить ему принимать решения, он будет смело двигаться вперед. То есть, если не развивать в ребенке самостоятельность, он будет расти жертвой. Не захочет сам ничего делать, не сможет сам себя организовать, будет плохо адаптироваться к новым условиям. Я со своими дочками поступаю иначе, и разными способами воспитываю в них самостоятельность. Исходя из принципа «пусть сделают плохо, но зато сами». Даю им легкие задания, постепенно увеличивая сложность и количество, чтобы они замечали свои успехи. Постепенно передаю им ответственность, чтобы они знали, что отвечают за результат. В итоге сейчас девочкам всего шесть, но они сами заправляют кровати, сами собираются в школу, сами причесываются, наводят порядок на столе и сами садятся делать уроки. С радостью занимаются даже в выходные и на каникулах. Так что все работает, если вводить постепенно, согласно искусству маленьких шагов. И последний принцип на сегодня. Дисциплина – это свобода. Китайцы говорят «Дисциплинированный ребенок более свободный». Многие думают, что дисциплина – это про армию, про лишение детства. Солдат обязан переносить стойко все тяготы и лишения воинской службы. Ясно? Так точно. Но на самом деле это залог здоровых отношений с родителями и залог комфортного существования в обществе. Без дисциплины дети растут неуправляемыми и неприспособленными к социуму. Дисциплина – это про семейную конституцию, правила и санкции за нарушения. И самое важное здесь – это правильно выстроить эту систему, чтобы воспитывать без крика и слез. Для этого родителю нужно выстроить авторитет. Как это сделать мягко, я как раз рассказываю на курсе. Вот и все принципы, про которые я хотела сегодня рассказать. Вы наверняка уже уловили, что эти принципы – про личностный рост родителя, про самосовершенствование. По факту – про новую жизнь, лучшую жизнь. Потому что дети к нам приходят не просто так. Они – наши учителя, которые преподают нам уроки. А уроки – это не наказание. Это возможность для мощного роста и выхода на новый уровень в разных сферах жизни. То есть, как мы, родители, отражаем наших детей, так и дети отражают нас. И из раза в раз они подсвечивают нам те сферы, которые мы должны прокачать в себе. Поделитесь в комментариях, а что вы воспитываете в себе? В чем бы вам хотелось измениться? С вами была Анна Кузина. До встречи на следующей неделе. Пока-пока!